Физкульт привет! Друзья и ученики и просто случайный зритель. Сегодня, пока вы будете смотреть мою очередную тренировку ног, поговорим о приседаниях и о экстензиях и гиперэкстензиях через призму, естественно, здоровья позвоночника. Так ли опасны приседания, как о них говорят и как пугают вас большинство фитнес-блогеров и псевдо-тренеров. Как вы знаете, у меня грыжи, протрузии во всех отделах позвоночника. И я не избежал межпозвоночных, межпозвонковых грыж именно в поясничном отделе. Многие, когда смотрят на то, как люди приседают, замечают чаще всего клевок таза в нижней точке амплитуды. Насколько это опасно? Друзья, в первую очередь это, конечно же, антропометрические характеристики нашего с вами тела. Конечно, нужно стараться сводить это к минимуму. И это можно делать, расставляя ноги шире в стороны. И это можно делать, разворачивая носки больше в стороны. И садиться как ребенок между ног. Экстензии и гиперэкстензии очень важны нам с вами. И я об этом не раз уже говорил. И если бы это помогло только мне, то это был бы один разговор. Но помогло уже больше, чем тысячи человек. Все это вы можете видеть в комментариях здесь на YouTube, на моем сайте и в группах ВКонтакте. Приседания никоим образом не навредят вас. Естественно, при грамотном подходе к этому упражнению. Как и к любому другому. Я хочу сказать, что по статистике причины проблем с позвоночником, именно с поясничным отделом, не приседания и даже не становые тяги. Вы будете удивлены. Самый распространенный метод убийства своего позвоночника это подъемы штанги на бицепс в безграмотной технике. Как делает 90 процентов посетителей тренажерного зала. Особенно, если вы смотрите канал Юрия Спасококотского. Хотя я уважительно отношусь к этому человеку. Друзья, приседания это то, что будет уберегать вас и ваш позвоночник от травм. Естественно, при грамотном его выполнении. При том, когда вы на начальном этапе посвятите огромное количество времени отработки техники. Пока будете нарабатывать технику, будут укрепляться мышцы, поддерживающие позвоночник. Экстензиями и гиперэкстензиями будете поддерживать тонус и не давать укоротиться поясничной мышце. Обо всем об этом я готовлю большую статью. Хотите более подробно узнать обо всем этом? Пишите мне в личку все ваши вопросы, связанные с позвоночником, с приседом, со становой, с экстензиями и гиперэкстензиями. И тогда статья получится еще более полезной и информативной. А как вы видите, я продолжаю приседать, продолжаю делать это тяжело и на большое количество раз. И с большим весом чередую это все по принципу периодизации, о котором я вам всегда говорю и рекомендую. И 130 человек в моей закрытой группе, которые начали тренироваться по принципу периодизации, показывают и подтверждают правоту всех моих теорий и практических наработок. А это для меня самое главное. Ибо пустая теория без практики – это мертвое. Мертвое тело – труп. Только практика может подтвердить или опровергнуть то или иное утверждение. Точно так же, как и исследования, которые проводятся сейчас, они не имеют в 99,9% случаев ничего общего со спортсменами и с людьми, ведущие активный образ жизни. О чем же тогда вообще можно говорить? Точно так же. 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 Так что друзья, вот так. Гильотина – это наебалово, извините за выражение. Просто придумывают для того, чтобы как-то что-то новое вам впихнуть. Это очень опасно для ваших ротаторов, для плеч и чревато травмой. И это вам говорю не я, это вот двухкратный призер конкурса «Мистер Олимпия» Густаво Баддл. Два раза третьим был. Ну ладно, мы закончили приседание, сделаем еще сегодня разгибание в тренажере. На этом хватит на квадрицепс. Спасибо, что смотрели. Всем приятных выходных. Воскресенье, точнее, осталось. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok